На портал Газитет поступил вопрос, откуда приходит вдохновение к творчеству, как к творчеству относится церковь. Положительно, если творчество положительное. У нас душа, в ней мысли, помыслы. Помысл мог быть от Бога, помысл мог быть от наших грехов и от дьявола. И на основе этих помыслов бывает разного рода творчество. Творчество, когда помысл от Бога, оно формируется – какие-то мысли, образы реализуются в что-то положительное, светлое, которое проповедует любовь, обличает грех. Это мы видим на примере Пушкина, Достоевского, художников, писателей, поэтов, кинорежиссёров. Это творчество от Бога. Если же это на основе скверных помыслов, которые проповедуют брудную жизнь, гордость, разврат, слобу, к сожалению, это есть, то это творчество не от Бога. Естественно, к этому творчеству церковь относится отрицательно. Поэтому творчество – это плод внутренних движений души. И в зависимости как, откуда они, к чему они направлены, к любви, к свету, к Богу или наоборот, соответственно, и творчество возникает соответствующее. И соответствующее относится к этому творчеству церковь. На самом деле человек, который творит положительно, он этим спасает свою душу. Он через это приносит и может принести много добра. Многие люди пришли к вере в Бога, читая Достоевского, например. Особенно это касается творческих людей. Творческий спасение по профессии. Вот не один диакон, который был актёром в таком известном театре. Он мне рассказывал, что я читал Достоевского, а его можно было в советское время почитать. Я сдавал в советское время. Даже просто собрать сочинение было. И когда он говорил о каких-то духовных исканиях, метаниях, многоискательствах, он говорит, я как-то читал его, как-то задумался, а о чём Фёдор Михайлович это говорит. И задумался о вере, о смысле жизни, стал вершим человеком. Даже потом стал диаконом, в крайнем счёте. Это пример положительного творчества. А вот примеры традиционного творчества, их достаточно сейчас много, особенно в кинематографе. Когда люди, посмотрев какие-то фильмы, которые несут соблазн греха, они легче шли на этот грех. И, конечно, творцы этой такой вот кинопродукции или каких-то книжек, они понесут ответственность за тот соблазн, который они принесли в этот мир. И, кстати говоря, уже несут в этом мире. Если взять их частые биографии, но некоторые из них, слава Богу, покаялись и стали другими. И другие фильмы снимают. А некоторые, вот если они так остались, у них, конечно, жизнь незавидная. Несмотря на славу и деньги. А жизнь-то очень тяжелая. Безрадостная, без любви настоящая. Страсти кипят, конечно. Блудные страсти, но любви-то нет. Это самое главное наказание для человека, то, что он без любви. И для человека творческого, которая, ну, как бы душа изначально как бы должна была быть более развита, должна была направить свои эти вот способности души на что-то положительное, а она, например, к сожалению, на отрицательное. Он, может, это еще сильнее чувствует. И ему, может быть, это еще более скорбен, чем даже человеку более, какому с нуля, что ли, обычному. Поэтому дай Бог, чтобы все творческие люди несли истинное творчество. Бог это оценит. И они тогда от своего творчества будут получать истинную удовольствие. Не просто некие там славу, деньги, страхи. от элитеринских страстей, а любовь. А любовь – это единственное, что может человека только успокоить, принести ему настоящее какое-то мирное настроение души. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.